Валентина Алексеевна возмущена суммой в плодёжке. В декабре к пенсионерке приходили газовщики, проверяли, как работает плита. На всё про всё специалистов ушло не больше пары минут, говорит женщина. Зато счёт за такую услугу выставили по пенсионерским меркам приличный. А сумму выставили 361 рубль за технический осмотр. На сколько больше, чем раньше? Ой, где-то на... было 200, по-моему, 8, где-то на 150 рублей. Для пенсионеров, вот мы пенсионеры, конечно, это ужасное, можно сказать. И такие платёжки получили большинство местных жителей. Не все, потому что проверяли газовое оборудование днём в рабочее время. Поэтому специалистам открывали в основном пенсионеры. Евгений Нилович уже и не рад, что пустил в квартиру газовщиков. За проверку газового счётчика и плиты ему насчитали почти полтысячи рублей. Хотя ещё год назад мужчина платил в два с лишним раза меньше. Инфляция в стране 5-6 процентов, у наших газовщиков она составила 100 с лишним процентов. Ну, извините, пришёл следственник газосигнализатором, буквально в течение трёх минут он, кажется, газосигнализатором проверил, и всё на этом. И на этом всё закончилось. И ушёл. Ну, наверное, за такие деньги можно каждый квартир на такси ездить, что ли. Безобразие, конечно. Да это такой суммы. Газ – это самый дешёвый ресурс у нас. И так такие цены поднять. А чё он приходил? Он включил горелки и тут же ушёл. В местном отделении «Газпрома» нам пояснили, что рассчитывают тариф в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по тарифам. Стоимость услуг Горгаз и раньше повышал каждый год. На повышение было незначительным. Якобы владимирские тарифы на техобслуживание были среди самых низких в Центральном федеральном округе. А повышать по чуть-чуть, видимо, оказалось невыгодно. Мы не можем работать тоже с отрицательным финансовым результатом. Нам тоже необходимо содержать и совершенствовать свою деятельность. Мы должны закупать материалы, мы должны закупать оборудование, мы должны слесарей в спецодежду одевать. Да, должны им покупать всё это. Мы должны также содержать автотранспорт и так далее, здания, людей, которые заключают с вами договоры. Кстати, в этом году стоимость техобслуживания газового оборудования уже повышена ещё почти на 4%. Поэтому готовьтесь расстаться с ещё одной лишней сотней рублей. И даже если для большинства людей такие суммы раз в год покажутся незначительными, пенсионерам это больно бьёт по карману. Так что, когда мы слышим, что с «Газпромом» мечты сбываются, нужно понимать, за чей счёт. Никита Королёв, Александр Бажаров, 6 канал.